С 10 января 2021 года вводятся серьезные поправки к закону номер 115 ФЗ о противодействии и легализации доходов полученным преступным путем. Это будут самые масштабные изменения в данной сфере законодательства после принятия этого закона. Здесь надо сказать, что легальный бизнес только выиграет в результате этих поправок, поскольку контроль со стороны финансовых органов будет выборочным и не будут подвергаться контролю, в частности, платежей по анонимным счетам, операции через небанковские организации и обмен, например, денежных знаков. То есть в контроле будут только те специфические операции, которые вызывают у Росфульфин-мониторинга и у Центробанка какие-то вопросы. Ну, прежде всего, это усилиться контроль за операциями по договору лизинга и по операциям с наличными средствами более 600 тысяч рублей. Это, кстати, обычная практика для стран Евросоюза и США. Также будут отслеживаться почтовые переводы и снятие наличных сумм со счетов мобильных телефонов от 100 тысяч рублей. Ясно, что это суммы, превышающие нормальный трафик мобильного пользователя, обычного человека. Также под контроль с января будущего года попадут наиболее специфичные, нетипичные операции для банков, лизинговых, страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. Кроме того, будет усилен контроль за сделками в сфере недвижимости, где расчеты производятся как в наличной, так и без наличной форме. При сумме сделки дороже 3 миллионов рублей. В этом случае будет требоваться необходимость подтверждения легальности происхождения денежных средств покупателя данной недвижимости. Продолжение следует... Продолжение следует...